МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «Республика». Об основных событиях вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Глава Чувашии провел в Москве ряд важных встреч. На традиционной планерке Михаил Игнатьев рассказал о достигнутых договоренностях. Хороших результатов принес разговор с министром финансов России Антоном Силуановым. Республике необходимо было в этом году погасить кредит, выделенный на частичное сокращение дефицита бюджета. Удалось договориться о реструктуризации долга. То, что мы на засуху в 2010 году получали бюджетный кредит, 32,8 миллиона рублей, потом на монопрофильные муниципальные образования, то есть моногорода 422,3 миллиона рублей, на БОС. И только вот здесь сумма 725,1 миллиона рублей будет пролонгирована 20 лет. Первые 10 лет мы ничего не будем платить, амнистия нулевая. Последующие 10 лет там уже по графике будем платить. Таким образом нагрузка на бюджет республики уменьшилась на 1 миллиард рублей. Средства будут направлены на реализацию социальных обязательств. Чувашия может стать пилотным проектом по опробированию механизмов доступного арендного жилья и жилья экономического класса. Этот вопрос обсуждался при встрече Михаила Игнатьева с заместителем министра регионального развития Российской Федерации Владимиром Коганом. Его заинтересовала наша программа по формированию Государственного жилищного фонда. Михаил Игнатьев рассказал, что в дальнейшем предполагается продажа квартир нанимателям, а вырученные средства вновь направят на строительство жилья. Но на сегодняшний день не выкуплена ни одна квартира, поскольку не проработан механизм продажи. Поручение правительству республики решить этот вопрос в ближайшее время. Фирмы «Юрма», «Букет Чуваши» и «Путь Ильича» не могут получить кредит на общую сумму чуть менее 1 миллиарда рублей. Причина руководителям предприятий непонятна. «Южный» на 100% работает, а «АллатРа» с комбикормом 100%. Четыре цеха в этом году, пять цехов по 100 тысяч голов на лапсарской площадке запустил. Через 2-3 месяца новоубойный цех запущу. На каждый из них я получил миллиард 400 кредитов. Залог у меня 5 миллиардов. Но что еще от меня нужно? Поскольку объект сдан в эксплуатацию, не имеется средств на приобретение КРС, мы уже провели работу, мы заключили соответствующие договора, оплатили 10% собственных средств, но не можем получить кредитные средства. К счастью, решение по всем вопросам уже принято. В Москве Михаил Игнатьев встретился с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Руководителям организации осталось исправить некоторые упущения. Агроферма «Путильяча», к примеру, забыла отчитаться по предыдущему проекту. Россельхозбанк и далее намерен участвовать в крупных инвестиционных проектах, реализуемых в Чувашии. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Минимизировать ущерб от ежегодного весеннего паводка и создать электронный паспорт лесных угодий. С такой просьбой обратились к Федеральному министерству по природным ресурсам и экологии глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр природы Чувашии Иван Исаев. О чем удалось договориться в ходе переговоров в Федеральном министерстве в репортаже Дмитрия Ковалева из Москвы. В Цивильске необходимо построить современные защитные сооружения, чтобы свести на нет последствия весеннего половодья. На пути большой воды уже стоят две дамбы, но и этого недостаточно. Жители деревни Триезбы каждый год страдают от паводка. Федеральное агентство водных ресурсов уже отправлен в проект строительства новых инженерных объектов. Вся надежда на финансирование из Москвы. Всего Чувашия рассчитывает получить около 200 миллионов рублей. Там как раз население, наш женский монастырь. Чтобы не было затоплений, понимание мы нашли. Просьба наша в работе. И я надеюсь, что в 2013-2014 годах мы получим там десятки и сотни миллионов рублей. Федеральные средства необходимы на расчистку заложских горельников. Убрать высохшие деревья на площади в 2000 гектаров пока задача максимум. Материал на пострадавшей территории уже невозможно никому продать. На решение проблемы Михаил Игнатьев попросил 80 миллионов рублей. В ближайшие годы в республике планируют провести масштабные лесоустроительные работы. Лесоустроительные работы проводились в 1993 году. Материалы лесоустройства, которые находятся в лесничествах республики, устарели. Утратили юридическую силу. Поэтому в 2013 и 2016 годах необходимо провести на территории республики лесоустроительные мероприятия. Для этого необходимо 179 миллионов рублей. В 2013 году вступит в силу федеральный закон об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. Каждый регион должен обсудить этот закон и, если необходимо, дополнить его. Свои предложения и пожелания внесли и сотрудники Министерства здравоохранения и социального развития Чувашии. Закон об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации был сформулирован еще в 1995 году, но со временем потребовал серьезных изменений. Одним из ключевых моментов является то, что законопроект основан на самостоятельности регионов. Это позволит создать совершенно новые подходы к оказанию социальной защиты и поддержке населения. Основан он на трех ключевых принципах. В первую очередь, это проведение предупреждающих мер. Социальные работники будут информировать людей о возможных опасностях, которые представляют угрозу для жизни и здоровья человека. Зачастую незнание и неосторожность оборачиваются трагедией. Немаловажным станет и выявление людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И самое главное, каждому человеку будет индивидуальный подход, где будет учитываться здоровье, семейное положение, а также психологическое состояние человека. А в обязанности социального работника будет входить не только помощь по хозяйству, покупка продуктов и лекарств, но и защита интересов подопечного, отстаивание его прав и в конечном счете решение существующих проблем. За последний год это третий законопроект. И поскольку законопроект имеет очень большое общественное значение, многие слои населения привязаны к этому закону, будет идти обсуждение этого законопроекта социальным работникам Чувашской республики. 17 лет тому назад был принят законопроект, в котором мы сегодня работаем. И многие принципы устарели, и поэтому назрела актуальность принять новый закон. Законопроект вступит в силу в начале 2013 года, а пока он вынесен на общественное обсуждение и опубликован на официальном сайте Минтруда России. Высказать свое мнение и внести предложение сможет любой желающий до 1 декабря 2012 года. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. Сфера бизнеса становится все популярнее среди молодежи. Количество молодых бизнесменов растет с каждым днем. Такой интерес поддерживается и на федеральном уровне программой «Ты предприниматель». В Чебоксарах состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2012». Подробнее в нашем репортаже. Любой зарегистрированный в Республике бизнес – это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, а следовательно развитие региона. Люди, собравшиеся сегодня в зале, с полной ответственностью понимают это, несмотря на свой возраст. 18 молодых предпринимателей вышли в финал регионального этапа конкурса. Пятеро из них стали победителями в номинациях. Успешный старт, студенческий бизнес, инновационный бизнес, социально ответственный бизнес и вклад в развитие молодежного предпринимательства. «Ребята, вы молодцы. И мне, как молодому, и чиновнику, мне очень приятно, что вы такие в Республике есть. Потому что буквально месяц назад я смотрел телевидение, Андрей Малахов проводил такой же конкурс. Ну, не конкурс, а собирал лучших предпринимателей молодых. Так вот, я думаю, ну, там был среди из них один из наших. Я думал, ну, кроме него, есть еще у нас такие же? Я сегодня увидел, что он не только один. Ребята, я всех поздравляю. Молодцы за вас». Как признаются участники, чтобы бизнес был успешным, нужно делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Александра Халименко много лет увлекается дизайном. Полгода назад ей удалось превратить хобби в способ заработка. Она открыла свой салон декора стен. И на этом останавливаться не собирается. «За эти полгода мы успели открыть два офиса и в разработке еще два в соседних регионах. И потихонечку завоевываем нашу Республику. Мы открылись в Новочебоксарске. Для Новочебоксарска это вообще новинка. Просто до нас этого в городе не представлял никто». Одна из дилемм современного бизнеса – продавать или производить. «Перекупщиков» сегодня достаточно много, а собственных популярных брендов в Республике по пальцам можно пересчитать. Основатель всероссийского проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев объясняет это так называемыми стадиями развития предпринимательства. «Сначала мы концентрировались на продажах. То есть мы учились продавать. Ну и учили других людей. Вроде сейчас научились так нормально. И следующим шагом является производство. Инновации, изобретения, патенты, ученые, синтез ученых и предпринимателей. Это дает нам неограниченную возможность для запуска новых бизнесов. Это, я думаю, мы опять уйдем от просто разговоров к, опять же, ощутимым результатам, когда это можно будет посмотреть и пощупать, и воспользоваться этими самыми изобретениями, а не просто, чтобы они были на бумаге и на конференциях». Закончилась церемония награждения мастер-классом Михаила Дашкиева «Как заработать миллион рублей в месяц в Чебоксарах, если ты молод и амбициозен?» Секрет успеха оказался достаточно прост. «Это на самом деле страшная ситуация, которая происходит в России. То есть все едут в это Эльдорадо, думая, что там реально деньги. Хотя они не видят их под ногами. Ребята, можно отлично жить в Чебоксарах, тысяч на триста. И самое что интересное, что вы, каждый из вас, вы, вы можете это сделать. Причем вы можете это сделать, ну, как бы в ближайшие там два-три месяца, если вы будете это делать, а не визуализировать». Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Семь автомобилей на общую сумму 2 миллиона рублей арестовали судебные приставы во время рейда «Долженик». Рейд прошел на посту восточной столицы Чувашии при въезде в направлении города Новочебоксарск. Водителей проверяли по базе данных Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике. Если есть непогашенный долг, судебный пристав-исполнитель принимал оплату на месте. В случае, если должник не мог погасить задолженность, на его имущество накладывался арест. «Написывается ваше имущество, у вас есть задолженность. Правильно? Где у вас?» «Задолженность у вас есть. Вот вставляется арест». В результате совместного рейда было окончено 148 исполнительных производств. Сыскано свыше 130 тысяч рублей. На штрафстоянку доставлено 4 транспортных средства. Забрать автомобили хозяева смогут, лишь погасив задолженность и оплатив затраты на эвакуацию и хранение транспортного средства. Во время рейда было составлено 4 протокола на водителей за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, находящегося при исполнении служебных обязанностей. На них наложен еще один штраф от 1000 до 1500 рублей. Так что порой оказывается дешевле заплатить первоначальный штраф. Узнать о своих долгах можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов Почувашской Республики с помощью Банка данных исполнительных производств. Тут же можно распечатать уже заполненную квитанцию для оплаты. В случае, если результатом поиска стала строка, по вашему запросу ничего не найдено, значит, в настоящий момент вы не являетесь должником. В Чебоксарах традиционным галоконцертом завершился международный оперный фестиваль 22-й по счету. В концерте перед зрителями выступили солисты столичных театров и местные артисты. В их исполнении прозвучали известные арии и дуэты. Оркестром дирижировали Ольга Нестерова и маэстр из Норвегии Йорн Фосхейн. Максим Михайлов был одним из организаторов первого оперного фестиваля. Во многом благодаря его усилиям в Чебоксарах появился этот праздник оперы. Теперь внук Максима Дормидонтовича, бывший солист Большого театра, поет в основном за границей. Выступает в качестве режиссера. На его счету уже три оперных спектакля на Западе. Я поставил уже три спектакля. Два полноценных, две оперы поставил в Америке. Это Джанни Скики и Паяци. Прошедшим летом поставил. А сейчас только что приехал. В Израиле делали такой демистейч или семистейч, полуконцертная постановка. Пиковой дамы Чайковской, которая вчера звучала. С израильским филармоническим оркестром и дирижером Владимир Юровский. Один из самых выдающихся дирижеров сегодняшних дней. Солисты Большого и Мариинского театров, гости из соседних регионов, выступили в гала-концерте. Вместе с приглашенными звездами на сцене блистали солисты театра оперы и балета. Высокий уровень фестиваля год от года подтверждается участием ведущих исполнителей России и зарубежья. Выступления гостей не только интересны публике, но и полезны музыкантам и артистам театра. Ведь профессиональный опыт – вещь очень ценная. Мне очень понравился фестиваль, потому что это очень сильный фестиваль. Это очень много. Каждый день почти новый спектакль. Это большие оперы. Это был концерт, соло-концерт Зарембы. Сегодня у нас гала-концерт был. Это очень много музыки в течение только несколько дней. Завершившийся фестиваль подарил зрителям прекрасные спектакли и незабываемые встречи со звездами. В этом году были показаны премьера Аиды, концерт Елены Зарембы, опера «Сельская честь» и «Пиковая дама». Театр оперы и балета живет активной творческой жизнью. В этом сезоне зрители еще ждут новогодние премьеры детского спектакля, премьера балета в рамках Международного балетного фестиваля и традиционный фестиваль «Перетта» в конце сезона. Сергей Фишер, Андрей Спиридонов, «Республика». В «Республике» стало известно имя «Семьи года-2012». Награждение проходило во Дворце детского и юношеского творчества. Наш корреспондент Оксана Александрова узнала, в чем секрет семейного счастья. За звание «Семьи года» в «Республике» боролись 149 семей. Но семья Селеровых оказалась лучше всех. Она отличается трудолюбием и сплоченностью. Татьяна и Игорь создали семью 20 лет назад. Они тогда оба были студентами. Сейчас у них 5 детей. Самому старшему 12 лет. Младшей дочери – полтора года. У семьи уже есть свои традиции. Каждое утро у нас начинается с овсяной каши. А заканчивается стаканом молока с медом, колыбельной песенкой и сказками на ночь. Все праздники, семейные просмотры, совместные фильмы с последующим обсуждением. Даже мультики вместе смотрим. И все, папа у нас объясняет, что к чему. Селеровы не ожидали, что станут «Семьей года». Мы предполагали, что мы победим в номинации «Многодетная семья». Думаю, да. А что победителей всего конкурса, конечно, нет. Потому что достойных семей у нас в республике очень много. И оценивается ведь не по количеству детей. По мнению Татьяны и Игоря, чтобы быть счастливой, нужно работать и не лениться. Все знаем, что надо делать, да. Надо трудиться. Сказали, вожать и расти детей. И все, если каждый будет этим заниматься, все само собой будет получаться. А сейчас же все хотят. Сразу и все. Так никогда не бывало в жизни. На праздники также отметили и творческую семью. Ее стали Соловьевы из Комсомольского района. Татьяна и Николай оба любят петь и танцевать. Хранительница семейного очага Татьяна преподает танцы в школе, а еще занимается в районном ансамбле. Недавно она вместе с коллегами побывала в Турции. В семье Соловьевых дети пошли по стопам родителей. Они тоже любят петь и танцевать. Катя и Даша занимаются в школьном ансамбле, а без шестилетней Яночки в садике не проходит ни один праздник. Глава семьи Николай вместе со своими дочерьми участвует во всех праздниках. Как он говорит, с ними я чувствую себя очень веселым. В чем секрет счастья? Многие спрашивали у участников. Ответ оказывается слишком прост. Любить и уважать своих детей, свою работу. Оксана Александрова, Николай Яковлев, Республика. Футбольные команды следственных управлений СК России в минувшую субботу вышли на поле, чтобы выявить лучших. В турнире приняли участие команды шести следственных управлений из Чувашии, Мариэл, Татарстана, Башкортостана, Кировской и Ульяновской областей. В групповом турнире наша команда встречалась с коллегами из Башкортостана и Кировской области. В финале чувашские футболисты встретились с башкирскими и выиграли со счетом 1-0. Победный гол в финале забил лучший бомбардир турнира следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Чебоксары Сергей Вазиков, записавший за весь турнир на свой счет 8 голов. Лучшим вратарем турнира также признан игрок СУС Почувашия, следователь по особо важным делам Павел Карлин. С момента создания Следственного комитета в управлении создана футбольная команда, которая состоит из следователей следственного управления. И несмотря на напряженную тяжелую следственную работу, напряженный график, мы находим время, чтобы поддерживать свою физическую форму, что помогает нам достигать положительных результатов в работе и поддерживать физическую форму, потому что без спорта нет будущего. Это, во-первых, коллективная, отсюда и корпоративный дух. Когда корпоративность, коллективность в игре, так она и на работе сказывается, нам помогает это. В то же время хочется сказать, что турниры, которые организовываем мы, как встречая у себя коллективы, команд других следственных управлений, других республик, так или же выезжая в другие республики, мы общаемся в первую очередь с теми же нашими коллегами, которые работают в условиях уже в отличных, чем наши ребята. Они общаются между собой. Определенный опыт перенимают друг от друга. Поэтому хочется, чтобы эта игра и дальше у нас продолжалась. Наблюдательные горожане заметили в выходные в парке Гузовского белок, которые не боялись подходить к людям. Некоторым удавалось их покормить и сфотографировать достаточно близко. Белки с удовольствием позировали и принимали угощения. Такое поведение многие объясняют необычной погодой, которая простояла практически весь ноябрь. Подготовившись к долгой морозной зиме, животные интуитивно чувствуют несоответствие погоды и выходят к людям. Кстати, скоро погода сменится и наступит настоящая зима. На этой неделе жители Чуваши будут встречать настоящую зиму со снегом и метелями. Погоду на территории республики будут формировать фронтальные разделы циклонического витрия. Они-то и принесут нам осадки в виде снега. Зима в этом году задержалась на три недели, потому что вообще у нас переход через ноль в сторону отрицательных температур считается началом климатической зимы. Сейчас конец ноября, начало зимы не только метеорологической, но и климатической. Все идет по расписанию, по такому, что зима, зимний месяц и декабрь встретим, надеюсь, со снегом. Декабрь у нас предполагается близким к норме. Это минус 9 среднемесячной температуры воздуха. Несколько холоднее прошлогоднего декабря. Январь и февраль также будут близким к средним многолетним значениям, но холоднее прошлогоднего года. А у нас будет теплее, но обычного. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин